Я хочу коснуться вопроса по поводу, как люди выбирают дома, квартиры, тип недвижимости. Дело в том, что я уже давно очень пришла к выводу, что в выборе самую главную роль играют ценности. Не ваша цена, не то, что вы любите такой дом или такой дом. Это все уже вторичное. Первичное – это именно ценности, чем вы руководствуете, что для вас самое главное, что самое ценное и в жизни, и на данной ситуации в вашей жизни. Например, если у вас там, например, маленькие дети, то вы ни в коем случае не захотите жить там, где рядом у вас будет проходная арея, будут клубы, ночные дискотеки и прочее. Правильно? Правильно. Локейшн. Если у вас, например, грубо говоря, если у вас, опять-таки, например, вы человек определенных, у вас ценные вещи очень в доме, если вы обладаете какими-то важными, важными такими, да, именно, ценностью для вас будет очень важное понимание security. То есть имеется то, что вокруг вас безопасность, безопасная зона, безопасная эрея. Если вы, например, свободный художник, и у вас, вам хочется больше быть, как говорится, в толпе, вам захочется больше быть с молодежью, более свободных нравов, вам нужно тоже определенный какой-то район искать. Поэтому, выискивая, начиная с того, что вы будете что-то приобретать здесь, в Америке, это очень важно, вам нужно определить, какие вещи для вас самые главные на данном этапе. Если у вас, например, вам нужно, чтобы это было близко к работе, или для того, чтобы у вас было, просто вы приехали, покушали, для вас важна карьера, вас не будет очень сильно интересовать, опять, там есть там площадка для детей, если там можно иметь собак, кошек, какие у вас там сильно соседи. Вас будут интересовать определенные вещи. Значит, это будет основная линия, по какой будем вам выбирать квартиру. Знаете, нам интересно было в Вирджинии, когда мы были, значит, там они, когда говорят о чем-то, у них такая характеристика, до Белого дома час. То есть, имеется в виду, как добираться до того места, где много работы, куда усердно, ну, там много бедов транспорта, но вопрос, я к чему, вот до Белого дома час. Но если вы вольный художник, например, работаете из дома, то вам пофигу. А если вы, например, каждый день должны ездить, там, полтора часа, это многовато будет. Безусловно. В Палмбичи, например, из Щуэре, по которому мы будем ехать, называется Даунтаун Вест Палмбич. Это тоже, опять-таки, близко к океану. Почему к океану? Потому что все-таки у нас штаб, в котором люди пользуются океаном. Плавают, купаются. Это очень много значит. И одновременно он находится буквально в, ну, там, 10 минут ходьбы от вот этого места, где можно ехать трейном. То есть, поездом можно ехать до Форт Латтердейла. Я повторяю, что построена сейчас вторая линия, 20 минут, и вы уже 25 минут, вы уже в Форт Латтердейле из Вест Палмбича доезжаете. Ирина, скажи. Но, извиняюсь, в Форт Латтердейле вы не найдете такую цену, вернее, такие вот квартиры, дома, за ту цену, которую мы вам показали. То есть, тут мы как бы сабио с таких получаем. Мы, нет, дело в том, что Палмбич из Кона, он более медленно немножко развивался. Это было связано разными историческими. И здесь было даже не было такого желания развивать сильно эти эрии. По определенным причинам, опять-таки. А вот, может быть, вы два слова скажете, потому что Палмбич и Вест Палмбич. Да. Вот скажите про разницу, чтобы люди не думали, что это одно и то же. Нет, это совершенно, это огромнейшая разница. И я надеюсь, что у нас будет время, мы с вами все-таки подъедем туда. Да. Дело в том, что Палмбич – это остров, такой же, как вот мы были там с Аниал. То есть, это остров, в котором живут самые богатые люди. Ну, в свое время, там, еще два года назад, это был самый дорогой остров, который вообще был в Америке. Это старые деньги, это не просто дорогие богатые люди, это люди-легенды. И это единственное, наверное, место, где собрано такое количество богатющих людей. Я повторяю, это огромнейшие деньги, это немыслимо огромнейшие деньги. Это фамилии, имена лидеров, политических лидеров, владельцев компаний, кого угодно. Но доступ свободный, можно в естественном архивном ими поехать. Вот это я хотела подчеркнуть, что это свободный доступ. То есть, там вы можете пойти в те же рестораны, куда эти люди ходят. Одинственное, что у них клубная система, там вот, например, сейчас наш президент. Есть такой клуб Марлага, который в свое время тоже принадлежал совершенно миссис Пост, непростой женщине. Но я хочу подчеркнуть, что это все доступно для людей. Там учитывается, у них даже своя милиция есть, то есть, просто шериф, например, с Вестпалмбича туда не может переехать. Там своя милиция, свои правила, конечно. То есть, если вы не нарушаете правила и ведете себя, соответственно, манером, кодексу, то есть, абсолютно принято везде и нет никаких проблем. А Вестпалмбич – это город сейчас тоже очень сильно расстроенный. Тоже мы проедем, у нас свои театры, свои пешеходные зоны. И опять-таки, ну, это называется Вестпалмбич. Но пусть название вас, похожесть названия, пусть вас не смущает. Это разные меры. Это как вот у нас Палаалта и Испалаалта, да, это разные два города. Ну, не с чем сравнить, но это очень разные города. Да, и я же говорю, раньше этот не было так сильно известно, потому что не было... Так как у нас Трамп стал президентом, то таким образом это стало очень явно, и об этом стало очень много писаться, и стало много известно. Но всегда этот город существовал и накладывал отпечаток на Вестпалмбич, потому что это люди строили для своего, как бы... Они вкладывали деньги на те вещи, на те отрасли, которые нужно им было для поддерживания их уровня жизни. Можно сказать, что в Вестпалмбич живет, ну, скажем, обслуга, вот, да, те, кто работает на Палмбич? Я не могу так сказать. На сегодняшний день раньше было, да. Раньше, когда-то, когда это строилось, еще в начале этого века, потому что все это возвращается к истории начала 20-го века, когда был такой флаглер, который приехал, и здесь практически построил полностью Палмбич. Он построил очень много вещей, но это опять история Палмбича. Он привез сюда известнейших архитекторов, художников, музыкантов, все абсолютно. Отсюда идет история, да. И опять-таки Палмбич, Вестпалмбич на сегодняшний день живет своей жизнью абсолютно. Мало того, он разделен на такие сферы, где, например, вы найдете абсолютные интересы по любым, вот любые ваши интересы, вы можете найти здесь, где их воплотить. У нас, например, есть очень много количества галерей. Все, кто любит сюда, опять-таки, искусство, художники, артисты. У нас большой оперный театр. Все, понимаете, у нас есть, например, Поло Клаб. То есть все, что касается пола, это игра в поло, я не знаю, как... Это все с лошадями. У нас проходят Олимпийские игры здесь. Это целый район, называется Валлингтон. Очень богатый, там огромные ранчи. У нас находится огромнейшая, все, что касается автомобильной промышленности, то есть имеется в виду сдача, сервисы, самые дорогие машины. То есть я обобщаю, скажу так, что те ребята, которые посмотрели наш сериал, который еще не закончился, но тем не менее, значит, мысль такая, что это не просто место где-то на отшибе, в котором жилье подешевле, а это место вполне полноценное, с культурной жизнью, с близостью, достижимостью легкой. К богатейшим людям. Ну, даже не столько к этим людям, сколько ко всем ценностям культурным и остальным, там, пляжам и так далее, которые вот у тех же богатейших людей, там, ну, кроме тех, где нужно пропусками. Да, и я еще хочу сказать, что это только, мы говорим сейчас только за Палмбич, но вот сейчас мы находимся в районе, который называется Джупитер, и мы с вами проедемся, я сейчас провезу. Это город Джупитер. Значит, это находится, я сказала, уже где-то 15 минут езды от Вест-Палмбича по хайвею. Этот город тоже находится на океане. Вот мы проедемся отсюда до океана конкретно 15 минут. Здесь построятся новые вот такие маленькие города, по-нашему, наверное, спутники, или как бы вот такие микрорайоны небольшие, но это все маленькое. Но дело в том, что здесь очень много работ, здесь очень много частных бизнесов, здесь очень много всего, что связано с рыбным делом. Вы призывайте, у нас здесь яхты, у нас здесь строительство яхт, у нас здесь все, что касается рыбной ловли, это целая индустрия. Айтишники попадаются? Айтишники, что касается айтишников, у нас здесь очень это все развито. У нас здесь частные фирмы, которые работают на большие марины, на большие корабли. Морские, да. Все это опять-таки связано на эти, как сказать, заправках. Я знаю, что вот ребята, которые там переделывают какие-то софтверы. Это очень, у нас очень-очень развивается это все. У меня студенты, которые здесь вот живут, работают в трех круизных компаниях. Вот мы там перечисляли на днях, там что-то есть три круизных компании, которые здесь держат свои айтишные депорт. У нас тоже здесь есть порт, он меньше, конечно, чем Форт Латтердейли, но у нас тоже есть порт, который, ну, два у нас больших круизных. А тут есть круизные тоже у вас? Есть круизные, да, круизные, но не такие большие. Но я говорю, здесь специфика в том, что здесь очень много частных компаний, не больших компаний, а частных компаний. Не государственных, да. Да, которые имеют очень востребованные все, кто им на эти департменты. Ну, отлично, отлично. Поэтому я очень надеюсь, что работу найдут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова